Для дружеников села нет времени года, когда бы они могли полностью отдохнуть. Зимой их работа переносится в тыл, в ремонтно-механические центры. Ведь здесь всего за несколько месяцев нужно подготовить к очередной битве за урожай сотни машин. В Славянском районе прошло краевое совещание, посвященное ходу подготовки сельхозтехники к весенним полевым работам. Перенять передовой опыт и обсудить текущие проблемы к нам приехали заместители глав по вопросам сельского хозяйства 11 муниципалитетов Кубани. Подробности в первом материале выпуска. Получается так, что белорусы вроде бы изобрели трактор 921.3, но он очень-очень далёк от европейского. Ну, мы, может быть, к вам придём, проконсультируемся, технологические задания дадите, что надо, мы подумаем. Мы что-то придумаем вам, новые машины. Первый пункт – встреча участников краевого совещания – экскурсия по центральной ремонтной мастерской открытого акционерного общества «Сад-Гигант». Одна из проблем современного интенсивного садоводства – отсутствие отечественных садовых тракторов, которые могли бы работать в условиях уплотнённой посадки. Такая задача заинтересовала представителей машиностроительных организаций, присутствовавших на встрече. «Сад-Гигант» имеет прекрасный автопарк. На сегодня здесь работают 200 тракторов, 45 из которых – это импортная техника, габариты которой подходят для садовых работ. Остальные тракторы – белорусского производства. Как считает главный инженер «Сад-Гиганта» Александр Рыжов, несмотря на то, что сегодня легко можно купить новую технику, хорошая ремонтная база должна быть в каждом сельхозпредприятии. На сегодняшний день, несмотря на то, что многие хозяйства перевооружаются, переходят на импорт, без ремонта, можно сказать, не обойтись никому. Пока на новое – это год, два, три, а дальше – это, конечно же, ремонт. Можно купить, но это стоит деньги. Поэтому, если работодатель и собственник хочет сэкономить деньги, то это единственное решение, которое в этом можно реализовать. Большое внимание на предприятие уделяется и условиям труда работников. В мастерской «Тепло» имеется необходимое оборудование. Нет «Сад-Гиганте» и кадрового голода. Механизаторов на свою технику они получают благодаря сотрудничеству со Славянским электротехнологическим техникумом, где не один год работает ресурсный центр. До 10-7-8 человек в год у нас приходит ежегодно в штат механизаторов. В целом, на 200 единиц тракторов у нас своих механизаторов 170 единиц. Для Славянского района вопросы сельского хозяйства являются важными, так как в отрасли работает порядка 3,5 тысяч человек. До многих поселений муниципалитета предприятия сельского хозяйства являются экономическим центром и несут градообразующую функцию. Одна из основных базовых отраслей районной экономики – это сельское хозяйство. Предварительные итоги в отрасли за 2017 год ещё подводятся, а вот по итогам 2016 года агропромышленный комплекс обеспечил району 11-е место в крае по темпам роста экономических показателей. Объём отгруженных товаров в отрасли превысил 6,7 миллиардов рублей. Это шестой ранг среди районов края. На планёрном совещании, которое состоялось после экскурсии, начальник управления инженерно-технической политики края Дмитрий Павлов отметил, что кроме садгиганта во многих сельхозпредприятиях Славянского района созданы хорошие условия для работы ремонтных мастерских. Наверное, потому в краевом рейтинге по ходу подготовки сельхозтехники к новому агросезону Славянский район занимает лидирующие позиции и уже сегодня превышает план, поставленный на 2018 год по ремонту сельхозмашин. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».